Разные поэты в разные времена искали разные образы, чтобы воплотить в них свое представление о Дагестане. Печальный певец Макмук сказал о народах Дагестана, что они похожи на горные ручьи, которые все время стремятся слиться в один поток, но не могут слиться и текут каждый сам по себе. А еще он сказал, что народы Дагестана чем-то напоминают ему цветы в узком ущелье, которые склоняются друг к другу, но не могут обняться. Но разве теперь народы Дагестана не слились в один горный поток? Разве они не соединились в один букет? Батарай сказал, как бедняк бросает свой ветхий тул в темный угол, так и Дагестан скопкан и брошен в ущелье гор. Мой отец, прочитав историю Дагестана, сравнил его с рогом, который пьянница во время застолья передает друг другу из рук в руки. С чем же я сравню тебя, мой Дагестан? Какой образ найду, чтобы выразить свои мысли о твоей судьбе, о твоей истории? Быть может, потом я найду лучшие и достойные слова. Но сегодня я говорю «Маленькое окно, открытое на Великий океан мира». Или еще короче «Маленькое окно на Великий океан». Вот вам, товарищи министры, второе название книги, которую я собираюсь написать. Я понимаю, так могли бы сказать про себя и другие страны, соседки моего Дагестана. Ну что ж, пусть у него будут тезки. Итак, вот вам моя папаха, мой Дагестан. Вот вам и звезда на папаху. Маленькое окно на Великий океан. Как человек, собирающийся играть, я настроил свой двухструнный пандур. Как человек, собирающийся шить, я уже вделал нитку в угольное ушко. Мои министры утвердили название книги, как министр на международном совещании утверждает в конце концов повестку дня. Бывает два брата, едут мирно на одном коне. Бывает один же гид ведет на водопой сразу двух коней в одном поводу. Абдуталиб сказал, шляпу-то он купил, как у льва Толстого. Такую же голову, где бы ему раздобыть. Говорят, имид у него хороший, как кофта вырастет сам человек. Субтитры создавал DimaTorzok